Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Митинги ДВК, объявленные месяц назад, состоятся завтра, 22 февраля, в 14 часов. Всего лишь месяц назад мы объявили о проведении этого митинга, но посмотрите, об этом знает вся страна. Мы не обладаем никакими серьезными медийными ресурсами. Все наши ресурсы в социальных сетях. Это информационный канал 1612 в Ютьюбе, канал Мухтара Блязов в Ютьюбе. И, собственно, вот выступление в Инстаграм, Фейсбук. Минимум возможностей, которые может обладать, скажем, человек в нашей авторитарной политической системе, когда все основные средства массовой информации контролируют власть, когда все телевидение находится в руках власти. И представьте себе, что эта напуганная власть не может справиться с такими ограниченными нашими медийными ресурсами. И, как итог, выходит заявление Генеральной прокуратуры, которая заявляет по всей стране. Друзья, не пропустите, не говорите, что вы не знали. Даже в дальнем каком-то селе не говорите, что вы не знали. Не говорите, что вы услышали вот, что называется, накануне. Вас проинформировали все каналы нашей страны, что в 14.00, 22 февраля, в субботу, состоятся митинги по всей стране. Я хотел бы поблагодарить нашу гениальную Генеральную прокуратуру за то, что они дали рекламу по проведению митинга 22 февраля в 14 часов. Уважаемые друзья, вы все знаете, что средства массовой информации в нашей стране контролирует Назарбаев и его помощники Дариган Назарбаева, Карим Масимов, Тимур Кулебаев. И вот они со своими ресурсами ничего не могут сделать. Почему? Потому что это лживые издания, потому что вы все знаете, что этот режим проворовался. Вы не верите их изданиям. И сегодня в отчаянии Генеральная прокуратура решила запугать вас. Сказать, не ходите туда, там страшно будет. Это незаконная организация, она экстремистская. А Блязов какой плохой ужас. Почему это происходит? Значит, власть боится Необлязова. Власть боится не просто название ДВК, власть боится своего народа. Сейчас существует очень много разных партий, организаций, подставных. И многие из вас еще блуждают, как это было с Касановым. Побежали, чтобы его поддержать. Что вот он якобы оппозиционер, вот там ДПК, вот ХАК, вот Оян, Казахстан. И власть как бы растаскивает. Но, тем не менее, власть понимает, что этих усилий, как выяснилось, недостаточно. Что все-таки ДВК, именно как политическую организацию, со своими политическими и экономическими платформами поддерживают народ. Иначе же кто на улицы выходит? Не Облязов же. Облязов же не Бэтмен, который выходит одновременно во всех крупных городах страны, выводит сотни своих сторонников и последователей. И этот режим знает, что эти люди выходят не за Облязова, они выходят за себя, за свое будущее, за будущее новой, демократической, крутой страны. Это наша страна. Это не страна этой политической верхушки. Этот режим в панике, он боится и понимает, что тысячи наших сторонников хотят выйти на улицы и потребовать, чтобы этот режим ушел в конце концов. И действительно, когда у нас будет десятки тысяч на улицах, это произойдет. Этот режим панически боится, потому что таких примеров много. Армения, Грузия, Украина и много других стран. Именно так и произошло. Именно поэтому этот страх. Вы видели, как Генеральная прокуратура, как в том самом мультфильме Чип и Дейл, побежали на помощь. Но кому на помощь? На помощь этому режиму. Они сделали все с точностью, да наоборот. Они распространили рекламу о том, что митинги ДВК состоятся 22 февраля в 14 часов. И говорили вам, не ходите туда, не ходите. Почему режим реагирует только на демократический выбор Казахстана? Почему демократический выбор Казахстана в глазах этого режима стал экстремистской организацией? Почему ДВК вызывает такой страх у власти? Почему другие организации, которые называют себя оппозиционными, режим даже их не замечает? Почему? Потому что правда за нами. Потому что мы последовательно говорим о своих программах. Мы последовательно говорим, что политическая верхушка во главе с Нурсултаном Назарбаевым каждый год крадет минимум 30 миллиардов долларов. Член их семьи, сын Нурсултана Назарбаева, и Султан, недавно просто рассказал об одном единственном контракте, из которого следует, что полтора миллиарда долларов ежегодно воруются только по одному газовому контракту. То есть вы понимаете масштабы воровства. Все эти годы были разные люди, разные течения, про которых мы сразу говорили. Это провластные. И конечно было много протестов. Многие из вас еще не понимали те процессы, которые происходят в нашей стране. Воспринимали за искренность выступления отдельных подставных людей режима. Был Жанай Казахстан. Был недавно Айман Трусункан со своим неким манифестом. Будоражила умы, якобы пыталась увести в сторону, что давайте мы будем требовать принять этот манифест. Какие-то письма, петиции подписывать. Совсем недавно был Касанов. Теперь появился ДПК. Был Айян Казахстан. Где-то осенью что-то он промелькнул. И где они? Единственная политическая организация, которая последовательно, изо дня в день, занимается агитацией, объединяет сторонников, усиливается и наращивает свое влияние в стране. Это сейчас, на данный момент, политическая организация, демократический выбор Казахстана. И поэтому вы должны понимать, именно поэтому прозвучали сегодня такие панические заявления со стороны Генеральной прокуратуры. Это страх. Мне говорят, ну где вы увидели их страх? Ну а что они делают по-вашему? Они испуганно пытаются вас отвратить, чтобы вы не пришли на митинг 22 февраля в 14 часов. Почему? Потому что они знают, что этот день действительно будет горячий. В этот день придут очень много наших сторонников требовать свое у этого режима, который утаскивает миллиарды долларов прямо из карманов нашего народа. Генеральная прокуратура заявляет, что оказывается я обокрал Казахстан. Уважаемые друзья, я в стране отсутствую более 11 лет. Вы знаете примеры такие, чтобы режим настойчивого возбуждал уголовные дела? Все эти годы преследовал, тратил миллиарды долларов на одного человека, чтобы как бы его наказать? При этом захватив его бизнес, конфисковав все, что можно, похитив семью, держа меня в казахстанских тюрьмах, пытаясь, преследуя по всему миру, пытаясь ликвидировать. Вот сейчас Такаев обратился к президенту Макрону, президенту Франции с просьбой меня арестовать во Франции. Он путает, потому что такого рода вопрос это не компетенция президента страны, это решает вопрос суды, правоохранительные органы, которые работают по закону. Я отдельно еще расскажу о тех планах и действиях режима, попытке достать меня во Франции, но представьте, что у меня не было в стране 11 лет. И все эти годы режим методично за мной охотится. Вы понимаете, что это происходит только потому, что я являюсь организатором политического движения «Демократический выбор Казахстана», цель которой добиться смены политического строя, построить парламентскую республику и наказать этих воров, которые миллиарды долларов ежегодно воруют у нашей страны. Десятки миллиардов, не миллиард-два, десятки миллиардов. Именно поэтому они преследуют меня, лгут, говорят о неких убийствах и все прочее. Но это заявление все больше и больше отражает их страх и показывает, что люди перестали верить в это лживое власти. И люди верят правде, они уже научились разбираться, потому что на их глазах эти люди каждый день обогащаются, имеют гигантские особняки, будучи просто государственными чиновниками. Они разъезжают на дорогих машинах, они тратят миллионы долларов. Это делаю не я, человек, который работал и зарабатывал деньги только в бизнесе. Это делают они, государственные чиновники, простые наемные работники, которые наняли вы на свои налоги. Поэтому, уважаемые друзья, именно поэтому этот режим боится политического движения. Демократический выбор Казахстана боится меня, потому что мы неуклонно каждый день занимаемся тем, что убеждаем людей принять важнейшее в жизни решение, добиться смены этого политического режима, добиться простым действием, выйти на митинги, выйти десятками тысяч и мы добьемся смены этого политического режима. Нас должно быть много. Вы не должны обманываться. Как я говорил, существуют разные политические партии. Когда кто-то говорит, что партии и движений должно быть много, они заблуждаются. Да, в свободном обществе должно быть много, но не много нуратанов, который клонирует просто под разными названиями, Акжол, ну например, вот типа Оян Казахстан или ДПК и все прочее, и создает у вас видимость, что оказывается в стране демократии у вас есть выбор. Даже сегодня интересное было заявление этого движения Оян Казахстана, который куда-то пропал. И вот они говорят, что, представьте себе, такие фразы, очень даже демократические. Они говорят, что в Казахстане политические партии допускаются к регистрации выбором только по договоренности с властью и на ее условиях. Обратите внимание, это говорит правовластная партия, то есть движение политическое. Дальше, я цитирую, они говорят, что таким партиям отводится роль слабых, безвольных и дезорганизированных оппонентов, использующих оппозиционную риторику Хусанов, ДПК, например, но на практике избегающих политических методов борьбы за власть. И очень правильно они говорят, что поэтому подлинные оппозиционные партии будут рождаться не в кабинетах администрации президента, как сейчас, а на площадях и улицах нашей страны, как партии Куще, например. Это правда. Я поддерживаю партию Куще, расширяя пространство для борьбы и создавая возможность для мирной смены режима. Браво! Но не обманывайтесь. Не обманывайтесь на риторику, на простые слова. Вы обратите внимание, кто последовательно в течение последних несколько лет занимается именно борьбой против этого режима. Все эти разные партии, они появлялись, исчезали, они обманывали вас, появлялись какие-то люди, бегали с манифестами. Где они? Они появляются и быстро сгорают, потому что очень быстро разоблачаются людьми. И вы видите, что это подставные структуры режима. Как, собственно, с этим военным будет. Поэтому, уважаемые друзья, все те, кто поддерживает демократический выбор Казахстана, вы на верном пути. На верном пути, потому что именно против нас сделала заявление наша гениальная генеральная прокуратура. Потому что они своего врага знают в лицо. Мы враг коррупции, мы враг тюрем, который построил этот режим и загоняет туда свободных граждан. Мы враги нынешней политической верхушки, и мы хотим построить свободное демократическое общество. Поэтому они знают, кто представляет наибольшую опасность для этого режима. Это мы с вами. Это мы, которые хотят свободы. Это те наши сторонники, которые поддерживают демократические выборы Казахстана. И завтра нас будет много. Нас будет много. И это показатель сама генеральная прокуратура. Потому что у них много разных исследовательских групп, которые изучают настроение общества. И настроение для этой власти плохое. Я еще раз хочу обратиться тем, кто пострадал от финансовых структур типа Голд Гарант, Голд с какими-то еще названиями. Вы не вернете свои деньги, если вы будете просто обращаться к Такаеву или к местной власти. Во всех ваших бедах виновата правительство, государство. Все регулирующие органы, финансовые регуляторы, они должны были контролировать эту ситуацию. А раз государство ответственно, именно государство должно восполнить ваши потери. Поэтому мы приглашаем вас завтра участвовать на митингах и выдвинуть в том числе свои требования. Я обращаюсь к автомобилистам, которые ездили на автомашинах с иностранными номерами. И все не теряет надежд, что эта политическая верхушка решит ваши проблемы. Не решит. Мы, правительство демократического выбора Казахстана, отменим все налоги и пошлины. И автомобили будут завозиться свободно. Вы можете заплатить минимальные суммы при регистрации автомашин в Казахстане. И все свободно перемещаться по нашей стране. Это так будет. И будет очень много разных реформ. Очень много. Уважаемые друзья. Поэтому вы понимаете, что именно наши политические организации меняют политический климат в стране. Я надеюсь, многие из вас это понимают. Потому что все последние реформы, о которых объявил Назарбаев, Такаев, они связаны с тем, что они реагируют на наши требования. Списать кредиты, повлиять и помочь адресно, оказать социальную помощь, поднять заработные платы и много-много других действий, которые выглядят сейчас как попытка откупиться. Это сделано потому, что мы вместе с вами оказывали давление. Именно мы, мы меняем политический ландшафт, мы делаем историю, мы меняем страну, мы добьемся смены этого политического режима. Завтра, 22 февраля, вы можете сделать свой вклад, чтобы наша страна изменилась. Завтра нас должно быть много. Завтра, 22 февраля, 14 часов. Алга, Казахстан.